Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Мужик называется. Посудкой восторгается, чашками восхищается. Ему семейная пара сделала подарок. Тарелки подарила и две чашки. Так он будто посуды никогда в своей жизни не видел. Какая посуда! Ну какая красивая посуда! Да красивее видали! Отчего он пришел в такой дикий восторг? Подстегнуть людей на следующие подношения? Типа, видите, как мне понравилось и в каком я восторге. Подарите мне еще раз эти эмоции. А то продавать уже нечего. Не сомневаюсь, что спустя недолгое время эта прекраснейшая посуда пойдет у него с молотка. Любимой Надечке повезет вареничков. Варенички на святой вечер. Так он давно прошел. Он же сказал, что за любой кипиш президента. Скажет, что теперь Рождество в июле, значит будут в июле. На какой святой вечер он готовил варенички? Вставил в это видео кусочек своего нахождения дома, который он уже показывал несколько роликов назад. Показал также цветы на балконе, которые уже показывал. Визит к Сайкаку. А больше ничего нового показать не может. Стал снимать, что мамка делает у себя в квартире. Хоть бы доказал самому себе, что он еще способен делать контент не только на маме и Наде, но и на себе самом. Недавно в трансляции говорил, что если мамы вдруг не станет, он прекрасно сможет снимать и без нее. И его канал снова станет интересным и позитивным. Он эту камеру поставил, которая у него записывает. И пока мамка живая, он на 10 лет вперед наснимает себе информацию. Мы даже, может быть, и не узнаем, что мамки уже нет на этом свете. Он так и будет вставлять кусочки, как подсматривал за нею. Мамсик без мамы ни туды и ни сюды. Баба Таня разговаривает с телефонной дочерью, а он каждое слово комментирует. «Сахар высоковатый, у меня сообщает ТВ. Не знаю отчего. Ем, что положено, а сахар все равно высокий». Голос Севки за кадром. «Брешет, брешет. Да мы и так знаем, что брешет». И Самвел приложил к этому руку. Разве не с его согласия она ела все подряд. И кислое, и сладкое, и горькое, и соленое в неограниченных количествах. Пока ТВ-шка вешает лапшу на уши дочери, в это время Надя сидит в кресле и читает комментарии. Очень быстро читает. Палец так и летает, прокручивая ленту. Надя берет на карандаш все, кто пишет про ее брехню. Я Наде такое долгое время верила. Зрители писали, да она врет. Но я не спорила это мнение других людей, и они имеют на него право. Но я представить не могла, ну зачем человеку обманывать по таким пустякам. Я была уверена, что если бы она в самом деле читала комментарии, она бы в этом призналась. Но зачем это скрывать? Ну нравится человеку читать комменты. Она ведь не единственная. Очень многие зрители пишут, я Самвел либо останавливаю видео, читаю комментарии, либо смотрю на перемотки и думаю, ну вот люди же признаются, что любят комментарии и читают их. Но так и Надя. Если бы в самом деле она их читала, она бы так и сказала. Но как выяснилось, Надя это отдельная история. Потом я ее еще несколько раз ловила на брехне. Именно в отношении комментариев. Она говорила, что она их не читала, но потом в разговоре с Самвелом она озвучивала комментарии, которые были ею прочтены. В недавнем видео тоже было сказано, когда Самвел спросил, ты читала комменты, что пишут? Она, да нет, времени же не было совсем, даже глаз кинуть в эти комментарии. А когда Самвел стал зачитывать, она спросила, под каким видео ты читаешь комменты? И по памяти стала цитировать другие. Не понимаю, зачем врать по пустякам? Ну почему не сказать? Да, была минутка, я зашла, почитала. Ну кому, какое дело, читала она или нет? Потом обижается, что люди ее считают брехухой. А кем ее считать? Говорит и слова свои не исполняет. Да еще и врет на каждом шагу. А зрители это видят. И теперь каждая озвученная ей информация будет подвергаться зрителями сомнению. Еще стала врать Ире, что баба Таня при ее высоком сахаре мало поела. Даже ТВ-шке стало смешно это слушать. И она стала возражать. Да какое там мало? Завтракала она. Самвел неоднократно снимал, какими порциями ТВ-шка не только завтракает, но и ужинает. Ни о каком трошечке речи никогда не шло. И Надя сказала, да чем вы там позавтракали? Две ложки рагу, две котлетки и суп. Под двумя ложками рагу следует понимать две поварешки. Две котлетки, ну смотря какие котлетки. Можно сделать маленькие, а можно сделать и огромные. И тарелка супа, разве этого мало? А почему Надя ничего не сказала про салат? Она сейчас дает ТВ-шке поблажки, разрешает ей салат не есть, который она терпеть не может. В этот приезд Наде у ТВ-шки сахар высокий. Это может говорить о том, что ТВ могла поставить ей условия. Либо Надя будет кормить ее тем, чем ТВ-шка привыкла питаться, либо ноги ее в этой квартире больше не будет. Надя не понимает той простой истины, что если так и будет продолжаться и дальше, тогда уже Севка запретит ей останавливаться у матери, раз она не может ее контролировать. Врунь, я даже ТВ-шку рассмешила, что мало она поела. ТВ говорит, люди выпьют стакан кофе и все, а я съела богато. Ира с мамой попрощалась, так как к ней пришла Карина с Родиком. И Надя продолжила ей доказывать, что земля имеет форму чемодана. ТВ уже сказала, что она съела много, она нажралась до отвала. Зачем Надя сейчас ей доказывает, что она съела мало? Скорее всего, Надя бдительности не теряет и понимает, что здесь стоит камера. И вся информация эта была предназначена для ушей Самвелла. Она думает, все вокруг дураки, только она одна умная. Она и спряталась-то на кресло Самвелла, пересела только для того, чтобы он не видел, как она сидит и читает комментарии. Опять спрашивают у ТВ-шки. Ну разве вы плотно позавшивали? Она никак не может от нее отцепиться. ТВ упорно стоит на своем. Да, я ела много. Вечернюю порцию надо урезать. Вы представляете, сколько Надя приготовила ей еды? Если баба Таня с ее волчьим аппетитом говорит о том, что еды было дюжи богато и нужно в половину урезать. Надя говорит, я могу вам дать немножко, могу, но вы же через час скажете, что хотите снова есть. Ну и что, что скажу, говорит ТВ. Все равно порции нужно уменьшать. Слишком много ты мне даешь еды. Я буду пить водичку, если захочу кушать. Наде это невыгодно, если ТВ-шка начнет жрать мало. Она же перестанет в ней нуждаться. Сейчас как ТВ не упиралась бы, но она ее терпит только из-за того, что Надя готовит вкусно и разнообразно. Так как кормить себя ТВ-шка при наличии трех детей она не сможет. А, я еще забыла. Баба Таня докладывала Ире все до мельчайших подробностей. Как они ездили на игрень два дня подряд. Говорит, Самвел купил красную и черную икру. Ну, как она сказала, есть там было больше нечего, кроме того, что привез Самвел. Говорит, так не понравилась нам черная икра. В гробу она ее видала. Вот жаргон. В каком обществе она вращалась. Такие словечки используют. Завали хавальник, в гробу видала, братуха. Ира тоже любит прибедняться. Говорит, не знает она вкус черной икры. Никогда не пробовала. Но в следующий раз купит не пудру, а банку черной икры. Будет знать вкус. Очень многие люди в разговоре ведут себя как Ира. Начинаешь о чем-то рассказывать, и люди тут же начинают это все на себя. Ой, нет, мне этот вариант не годится. Или мы это не едим, нам не нравится. Разве кто-то кого-то заставляет? У меня раньше тоже была такая привычка. Но так как мне это не нравилось, я стала над собой работать, чтобы ее искоренить. Человек просто делится информацией, а не дает рекомендацию к действиям. Поэтому не надо говорить, ой, нет, я не буду этого делать. Так тебя никто и не заставляет. Не делай. Надя орет так, чтобы было Ире слышно, что она тоже не пробовала черную икру. Зачем встревать в разговор? Что за невоспитанность? Даже если она этот разговор слышит, это не значит, что она должна в нем участвовать. Люди общаются между собой. Ее мнение никто не спрашивал. Зачем так нагло встревать в чужое общение? Это ж невоспитанность. Баба Таня все продолжает разговор о черной икре. Говорит, первый раз я ее попробовала у Эдика. Вот так новость. Богатый Севка не мог купить маме банку черной икры. И она первый раз попробовала ее у нищего, как Севка считает, Эдика. Севка никак не прокомментировал эту информацию. От Эдика, конечно, мы бы не услышали таких слов, как от Самбелла. Если вы не можете себе позволить купить икру или красную рыбу, тогда зачем вы живете на этом белом свете? По его мнению, люди должны живыми лечь в гроб и похорониться. А разве смысл жизни в том, чтобы позволить себе красную рыбу или черную икру? Я больше чем уверена, есть такие люди, которые ни разу за всю свою жизнь этого не ели, но прожили достойную жизнь. Севка с бабкой ее ложками едят, а что хорошего они сделали в этой жизни? Какой след они оставили в памяти людей? Вот хотя бы взять зрителей. Как дули крутили, матом крыли, к черту посылали, смерти желали. Только этим. Пока ТВшка разговаривает, этот ненормальный, находится у Сайгака, лежит на диване и себя поглаживает. Футболку задирает, пузо свое дряблое чешет, ноги раздвигает, но один в один, как мама сейчас сидит, насмотрелся на нее в детстве сейчас и перенял все привычки, дурные замашки. Потом начал гладить свое лицо. Пальцы коротенькие, страшненькие, движения даже не женские, даже руки не женские, хоть как. Но вот что-то есть такое, знаете, от женщин. Мизинчик оттопырил, баба бабой. Я в нем ничего мужского не вижу. Даже то, что он носит бороду, не делает его мужественнее. Сразу в памяти всплывает кончита. Пришел Самвел к ним домой. Тут же вручает Наде коробочку с конфетами и лоток с варениками. Надя на него так смотрит, будто он ей кольцо обручальное принес и делает предложение. Открыла лоток, так активно начала нюхать эти вареники. Я думала, она их носом втянет в себя. Понес вареники мамке понюхать. Шоце, скривилась так, как старый керзовый сапог. Зачем спрашивать? Неужели она не соображает, что перед нею? Это вареники. Но это ведь не какое-то непонятное блюдо, чтобы она выясняла, что ей показывают. Вареник, он и в Африке вареник. Ей уже говорят, это вареники. Она морду скривила и до нее никак не доходит, что это. Сидит, голова жирнючая. И это женщина. Одно название, что это женщина. Городская, с душем в квартире. А будто бездомная с мусорки, которой просто негде вымыться. Еще и в этом грязном платье с надписью Париж. Увидеть Париж и умереть. Ей-богу, от такого Парижа ноги действительно протянешь быстро. Дайте один вареник, говорит ТВ. Только что орала, что Надя ее слишком много накормила на завтрак. Сейчас вареник просит. Чашечка кофе и все, баба Таня. Вы только что сказали. Поползла на кухню за Самвелом и Надей. И там начала конючить вареник. Сахар какой? Одиннадцать. Самвел говорит, дай. Дай ей вареник, пусть жрет. Когда сахар у нее был девять, и она съела хурму, он душу готов был из нее вытрясти. Пять видео снял, как материл ее за это. Но он ей так разрешил есть вареник, что она просто не рискнула его сажать. Ведь жри и машь стены потом говном. И ползай на карачках. Самвел послушал, чем Надя кормила маму на завтрак. И сам стал заглядывать в кастрюльки. Надя ему дала тарелку с отбивными. Начал чавкать, хрюкать. Ну, свинья по-свински и ест. Что вы от него хотите. Может, рогу будешь? Ему надо предлагать куриные бедрышки. Вареные яйца. Он обожает эти два блюда. Он ничего вкуснее в жизни не ел. И так, как их готовит мама, не умеет готовить никто. Так что зря Надя тратит и прилагает столько усилий, пытаясь разнообразить меню. Пусть ТВ даст ей мастер-класс, как жарить эти вкуснейшие в мире бедрышки. Она их не размораживает. Она сразу бросает на сковороду. Лед тает. Она их в этой воде вначале варит. Когда вода выкипает, она их поджаривает. Все. Вкуснейшие бедрышки готовы. Надя смотрит в лоток на эти лапти, которые он именует вареньками, и восторгается. Боже, какая ты умничка! Какие варенички ты сделал! Можно подумать, он ей фазана по-деревенски с креветками и плодами манго принес. Что она так восторгается? Но неужели ему нравится этот откровенный анус-лизинг? Оправдывается перед сам Велом, почему у ТВ-шки высокий сахар. Да пока я бегала в магазин, покупала селедку, баба Таня съела две отбивных, а я же их перед уходом посчитала. А Надя не знает, что волк из считанных берет. Еще это ТВ-шка Надя обвиняла, что у нее высокий сахар из-за того, что Надя ей слишком много еды дала. Вот хитромордая. В любом случае найдет козла отпущение. А то, что вне времени она сожрала две отбивных, она об этом как-то забыла уточнить. Надя спрашивает у Самвела, у тебя есть сегодня спектакль? Нет. Сегодня спектакля у него нет. А у них есть. Он целый день будет сидеть с мамой Надей и записывать, записывать, записывать. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.